В этом занятии мы с вами рассмотрим небольшой прием — тэппинг. И на основе этого приема сыграем некий такой отрывок соло из песни Металлики «One». Давайте рассмотрим данный пример. У нас получается здесь 12-й лад и 15-й. Тэппинг у нас получается с вами на 19-м ладу. Мы играем сначала тэппинг. То есть вот в этот момент запястье у нас с вами держит ненужные нам струны. И тэппинг у нас идет на 19-м ладу. То есть вот мы сыграли раз, потом сделали пул — это два, и сделали еще пул — это три. То есть получается раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Обращая внимание на то, что мы должны прийти сначала в эту ноту, то есть это получается у нас 19-й лад. То есть это должно быть именно первый удар именно пальцем. Вот мы сыграли. Потом уходим. То есть вот мы сделали пул и пришли. И вот здесь начинается самый опасный момент, потому что многие играют вот так. То есть мизинец начинает приходить раньше второго пальца правой руки. То есть получается очень важно, чтобы сильная доля, первая нота у вас всегда была 19-й лад. То есть на второй палец. Раз-два-три. А мизинец у вас догонял эту ноту. То есть практически это движение идет одновременно. Но если два пальца придут одновременно, то первая нота будет звучать именно на среднем пальце. Итак, еще разочек. Это как у нас получается вторая фраза. То мы играем уже здесь. У нас получается раз-два-три-четыре. 19-й лад. Потом еще раз то же самое. Раз-два-три-четыре. При этом на каждый удар у нас идет вот этот шаблон. 15-12. То есть мы сыграем раз-два-три-четыре. 5-6-7-8. Потом сыграли 20-й лад. Три раза. Раз-два-три-четыре. Вернулись. И потом еще четыре раза сыграли 20-й лад. Раз-два-три-четыре. Будет вот что. Раз-два-три-четыре. Пять-шесть-семь-восемь. Раз-два-три-четыре. Раз-два-три-четыре. Далее переходим на вторую струну. И абсолютно то же самое играем на ней. Все прям один в один, как на первой струне. Единственное, что первый палец в этом положении у нас будет слегка под таким углом, для того, чтобы держать первую струну. Чтобы первая струна у вас никуда не зазвучала. То есть когда вы делаете пул, вот здесь вот. Чтобы не было такого. Чтобы первая струна у вас была всегда под контролем левой руки. Итак, сыграли. Далее двигаемся. Теперь такой же ход мы сыграли. То есть у нас с вами левая рука уходит на десятый, тринадцатый лад. Правая рука уходит на семнадцатый лад. И то же самое здесь. Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь. Раз-два-три-восемнадцатый. Потом снова семнадцатый. Возвращаемся. Четыре. И снова восемнадцатый. Раз-два-три-четыре. Получается. Сыграли. Далее, дальше что мы делаем? Делаем слайд в 17 лад, потом убираем палец, делаем теперь тэппинг постоянно на 17 лад, потом уходим на 13 лад, потом снова 15, потом получается с 15 мы переходим 15, 13, 12, потом дальше 13, 12, 10, потом 12, 8 лад. Уходим, потом снова тэппинг делаем на 17 лад и приходим слайдом в 10 лад, то есть получается, что у нас вот такой пример у нас получился с вами, его сначала отыграем в медленном темпе. А потом уже сыграть его в быстром. Это уже в быстром темпе получается. Надеюсь, что этот урок пойдет вам на пользу и вы прекрасно справитесь с этим заданием. Пока!